Всем огромный привет! Я сейчас в процессе подготовки видео о том, как я делаю карту желаний. Так вот, в этом видео я вам буду рассказывать о том, что я делаю не только коллаж мечты, но и мини-карты желаний. Например, вот для книг, которые я хочу, я сделала такие вот карты желаний на закладках. Я нашла картонки такие в коробке из-под чая. И из каталога с сайта Озон.ру, который мне пришел, я вырезала книжки, которые бы я хотела иметь у себя. Это вот книжки, которые бы я хотела вам рассказать на своем канале. А вот на этой закладочке я сделала просто такие девочковые книжки, которые просто мне хотелось бы иметь. Вырезала, приклеила и еще не успела я доделать это видео про карту желаний, как первая книжка уже сбылась. Вот она и сейчас я вам ее покажу. Вообще все так волшебно получилось. Это книга рекордов Гиннеса 2016. Она достаточно дорогая, эта книга. Но так все волшебным образом сложилось, что нам не досталось практически даром. Сейчас все эти книжки я вам покажу. Все, что у меня тут есть, все, что я успела приобрести. Вот такая она большая, золотистая, очень красивое, классное издание. Мне эта книга нужна для одной творческой задумки. Я обязательно вам о ней расскажу в одном из следующих видео. А так, мне кажется, это замечательный подарок какому-то ребенку, который интересуется миром и хочет узнать о нем что-то необычное. Да и, мне кажется, любому взрослому понравится такая книжка. Тут столько интересных фактов, что можно потом будет блеснуть этими фактами. Столько всяких разностей из разных сфер жизни. Тут вот и животные, вот и анатомия. Очень интересно так все. Мне она очень понравилась. Я вот только ее буквально сейчас немножечко пролистала. Я уже предвкушаю, как я буду все это читать, узнавать новое. А потом еще и делать свой творческий проект. Класс, класс, класс. Книга потрясающая. Телевидение. О, вот, как раз для нас страничка. Ютуб. Можно посмотреть, что тут пишут. Вот, вот, разные данные. Очень интересно. Вот, высочайший заработок на Ютуб. Класс. То есть, целый разворот вот посвящен Ютубу. Ну, в общем, потрясающая книжка. Обязательно покажу вам ее более подробно. Точнее, покажу вам свой проект творческий. Следующие две книги тоже отличная идея для подарка. А, собственно, для подарка они предназначены в подарок моему мужу. Первая книга – это «Большая восьмерка». Я прочитала начало этой книжки на сайте издательства. Там у Ман Иванов Фербер есть возможность читать начало книг совершенно бесплатно. И вот я прочитала, мне так понравилось. Я думаю, что и мужу она понравится. Такая тут мягкая обложка, необычно сделана. Что можно написать, кому эта книжка принадлежит. Вот это все тут. Вот так. И хорошее качество печати. Цвета такие необычные. Вот с этим розовым сочетанием мне нравятся. Тут автор брал интервью у разных успешных людей. И на основе этих интервью вывел некую формулу успеха. И мне показалось, что это очень интересно. Я в свое время коллекционировала историю успеха. Надеюсь, что мужу очень-очень понравится. Он уже начал ее читать. Но я чувствую, что когда он закончит ее читать, я тоже ее начну. Ман Иванов Фербер. И вторая книга – это книга Харва Эккера «Думай, как миллионер». Я ее скачала и начала читать в электронном виде. Уже почти всю прочитала. Мне эту книгу «Маяк ума» порекомендовала, когда мы Новый год с ним вместе отмечали. И я вот ее скачала. Часть уже прочитала. Мне так она понравилась. Я вообще, если честно, остерегаюсь книг, которые там «Как стать миллионером», что-то вроде того. Они меня как-то отталкивают. Но эта книга – это просто потрясающая книга. Я не знаю. Я готова и оды какие-то петь. Она вот такая белая. Видите, то есть эта обложка, она сама белая. Классное издание такое, богатое. И тоже она стоила что-то то ли 700 рублей. Я наколдовала скидку. Вы знаете, как я умею привлекать скидки и акции. Ой, классная книжка. Вот такая вот она. Тут вот высказывания, принципы богатых. Тут вообще автор приводит, в чем различие в менталитете, в мышлении бедных и богатых. И как, меняя свое мышление, можно увеличить свои доходы, увеличить свой заработок, вообще изменить свою жизнь. И мне это так нравится, так мне это сейчас откликается. Я это все сейчас практикую. Стараюсь подмечать в себе вот это бедное мышление и стараюсь больше обращать внимание на мышление изобилия. Буду обо всем вам подробно рассказывать, когда уже и муж, и я прочитаем эту книгу более так основательно уже. И буду делиться с вами о том, как я практикую советы из этой книги. То есть вы обо всем узнаете. Также мне нравится, что тут есть закладочка. В последнее время как-то мне стали нравиться книжки, в которых такая вот закладка. И несмотря на то, что я себе наделала волшебных закладок, все равно это очень удобно, я считаю. Раз, взял. Вот следующая книга, кстати, которую я хочу вам показать. Она тоже с такой закладкой. Я, правда, ее купила не на Лабиринте, а в магазине Ашан. Долгое время я присматривалась к этой книге. И дело в том, что она не от Зеланда, не от автора транссерфинга, а от руководителя транссерфинг-центра Татьяны Самариной. И я постоянно, как мы были в Ашане, с мужем ее покручу-покручу и поставлю на полочку. Как-то мне не хотелось ее покупать. Все, денег мне как-то жалко было. Приехали, думаю, за продуктами, не за книжками. А тут мне подарили деньги. Моя свекровь подарила мне деньги. И я пошла и купила себе эту книгу, которую так давно хотела. Тут 52 упражнения, 52 шага на каждую неделю. То есть в году 52 недели в течение года нужно каждый день начинать с этой книги. И я вот уже там кое-что написала первое упражнение делаю. Не буду ее дальше листать. Я не хочу читать упражнения, так как у меня уже был один опыт такой, что я книжку пролистала, в которой были упражнения тоже понедельные. И все, и перегорело. У меня пропал эффект новизны. И, в общем, по той книжке я не стала заниматься. Так что я не заглядываю, что там будет впереди. Пусть будет эффект новизны, интереса. И буду по ней заниматься. Тоже обязательно обо всем вам расскажу. Я только начала. Поэтому, когда что-то там у меня будет интересно, я с вами поделюсь. Обязательно вам расскажу. Следующая книга тоже отличная идея для подарка. Мы с мужем увлекаемся сериалом «Доктор Кто». Вот купили на пробу этот, как это, фанфик, да, можно сказать. И вообще сейчас по сериалам столько книг издается, что если у вас кто-то увлекается каким-то сериалом, вы хотите его порадовать, то можно вот купить такую книгу или вообще что-то связанное с сериалом подарить. Мы вот буквально на днях моей подруге дарили подарок майку с изображением из этого сериала, как у меня. Вы меня видели уже в этой майке. Так вот, мы устроили ей целый квест, тест на знание героев этого сериала. Я какие-то вопросы нашла, какие-то сама придумала. То есть ей нужно было ещё и заслужить этот подарок. Очень интересная идея. Также и книжку можно устроить какой-то тест и уже по прохождению этого теста вручить эту книгу. А это очередная Алиса Кира Балычёва. Вот тут у нас на полочке стоят эти книги, которые мы уже купили, которые уже вышли. Вот тут закладка, муж эту читает. Вообще хотим эту полочку превратить в собрание наших самых любимых детских книг. Пока что у нас тут вот носов есть. Будем постепенно покупать самые-самые любимые книги из детства. И остались у нас три книги, которые мне дали в подарок на лабиринте. Опять там была та же акция, о которой я вам рассказывала в прошлых покупках. На определённую сумму покупаешь и можешь выбрать определённые книги в подарок. Но там ограниченный список книг. Вот из них надо было выбирать. Там книжки, то любовные романы, то какие-то детские непонятные книги. И по моей вот эзотерике было вот три книги, которые мне понравились. Это «Наука привлечения денег». Видите, как я серьёзно взялась за эту тему. Все книги у меня так или иначе об успехе, о том, как быть богатым. Вот почитаю, расскажу вам обязательно, стоит ли она с вашего внимания. И две книги из Деир. В прошлом видео я вам показывала, что у меня есть программа благосостояния от Деир. И вот я взяла ещё две книги. Думаю, пусть у меня уже будет полная коллекция. Очень мне нравится Деир. Я вам рассказывала, что я с него начинала. Но вот только, видимо, сейчас созрела для практики. Вот через любовь к себе, к богатству жизни. Мне кажется, будет очень интересно почитать её. И «Школа навыков Деир» та же, как вот благосостояние, только тут формирование личной харизмы. Буду формировать свою личную харизму. Ой! Ну, действительно, книг много. Хорошо, что я быстро читаю. Ещё надо применять, конечно, всё. Вот 2016 год, как вы помните, у меня год практики. Так что буду всё практиковать, всё применять и всё вам рассказывать. На этом всё, мои дорогие. Делайте себе такие закладки. Можете приклеивать туда не обязательно книги. Любые ваши желания, хочушки. И когда будете закладывать этой закладкой книгу, то будете видеть это, вспоминать о своём желании. И оно быстрее к вам придёт. Как вот я, когда клеила эту книгу, я подумала, ай, ну, когда-нибудь у меня столько идей этих творческих. Когда-нибудь она ко мне придёт. Ну, вот, приклеила, и буквально через два дня на неё была акция. Плюс я заработала бонусы на лабиринте. Можно оставлять отзывы книгам, и они оплачиваются. Там немного платят, но всё равно. И когда я эти отзывы писала, я даже не думала, что они оплачиваются. А оказалось, что если ты добавляешь фотографии, не только текст, но и фотографии, то тебе ещё за это заплатят. Вот такой был приятный для меня бонус. Неожиданность такая. А, вот ещё покажу, что мне ещё подарок прислали к заказу. Такие вот стоперы на дверь. Я один уже повесила на входную дверь. Сегодня сестра придёт в гости. Обалдеет. Там что-то вроде без сладости не входить. Что-то такое. Вот она удивится. И такие вот закладочки. Слово дня. Я сразу же подумала, что на них здорово можно гадать. Спроси книгу, узнай, что тебя ждёт. Загадай вопрос и найди ответ в книге. Так что давайте мы сейчас погадаем с вами прямо в прямом эфире. Задайте любой-любой вопрос, который вы хотите задать вселенной. Любой вопрос. И сейчас мы узнаем. Вот слово дня. Давайте приложим эту закладку книги. Это будет слово. Вот. Уж не знаю, что за вопрос у вас, но ответ это сохранить. Блин, неудобно мне одной рукой и через камеру сохранить. и сохранить. Вот что вас ждёт. Приумножить и сохранить. Приумножить это от меня. Всё, что вы хотите, всё у вас получится, мои дорогие. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»